Девушки отдыхают Остров крови, остров крови, остров крови. Стартер восьмой и последней редакции ФБ, безвременно почившего в базе. Скавины против высших эльфов. И та, и та фракция в этом стартере получили значительное количество уникальных модель, которые отдельно мы купить не можем до сих пор. Но если разбор эльфийской части стартера сейчас абсолютно не актуален, потому что, ну, все эти модельки уже не используются, у нас есть люминет-релм-лорды, новая переработанная фракция высших эльфов уже под АОС, то модельный ряд скавинов из этого стартера актуален и по сей день. И благодаря одному очень хорошему человеку он попал в мои цепкие ручонки. Ну чё, братва, поистекаем слюной на сочных пластиковых крысят? Ааа, мои пушистые друзья! Все на выход! Скорее, быстрее! О, да! Ммм! Нет ничего лучше, чем погрузить свои руки в кучу новых миник. Так, ладно, ну не будем, не будем. Мы же здесь все-таки по делу собрались. Итак, изрядную долю всего этого великолепия составляют обычные клановые крысы. Ну, в Острове Крови была двадцатка кланретов с копьями, и двадцатка, соответственно, с мечами и щитами. Мы о них тоже поговорим, но чуть позже. Пока предлагаю все-таки сконцентрироваться на персонажах и уникальных юнитах из этого чудесного набора. Так, ну, первый претендент названия лучшей скавинской модели Эвер это скавинский варлард из Острова Крови. В этой модели прекрасно все. Во-первых, взгляните на эту альфачную позу. У ХСМского термоларда, который нагло попытался скопировать эту же героическую поступь, забравшись на камешек, нет ни единого шанса. Вот наш альфа! Вот выбор всех самок отсюда и до черного предела! В этом варларде мне нравится все. Он большой, он выглядит очень угрожающе. Взгляните на этот шикарный воинский оскал. У него хорошая броня, ну, по крайней мере, по скавинским меркам. Он сжимает по оружию в каждой лапе. Такой шикарный мясницкий тесак, чтобы резать, рубить мерзких человека-тварей! И длинную алибарду. Причем, когда я его буду красить, алибарда, естественно, будет из варп-камня, чтобы символизировать его экзальтированный статус. Обратите внимание на амулетик на шее нашего варларда. Ничего не напоминает? Геральт, как тебя жизнь потрепала! Убьет злобный крысюк и женщин и детей. Он всех перережет. Спасайтесь скорей! Зараза. Дополняет картину здоровенный штандарт на спине Аки у какого-нибудь японского самурая. Ну, тут и руника, тут и какие-то флажки, тут и кадила, наверняка чадящая все тем же благословенным варп-камневым дымом. О, да! О, да! Знаете, на мой взгляд, варлард из Острова Крови сравнение с дефолтным скаменским варлардом, которого сейчас можно купить на сайте ГВ, выигрывает. У него гораздо более царственная поза и, в целом, более угрожающий вид. Я назову тебя Скрич-сыроежка! Вот так-то! Все, Скричик, посиди пока здесь. Далее, далее, мы только начали шикарность. Следующая минька персонажа из этой чудесной коробки. Погонщик клана Молдор со здоровенным тваря тыком. Ну, это очень длинная палка в произвольной последовательности, обвитая проводами и варп-камнем, которой можно тыкать, пинать всяких там боевых монстров, тварей и гнать их вперед на врагов нашей богучей скалинской росцы! О, он красив, он великолепен. Достаточно хорошо детализированная минька как самой крысы, так и его оружие. И такой вот хвостик, оттопыренный в предвкушении следующего разряда электричества, которое он пошлет в спину крысаога. Опять же, если мы сравним этого погонщика и тех, что мы сейчас можем купить отдельно на сайте ГВ, ну, победитель крайне очевиден. Постой пока в стороне. Свистун Мечетык. Свистун Мечетык. Странное прогоняло, но уж какое есть. И, наконец, мой персональный любимчик. Третий и последний скалинский персонаж, который нам достается в этой коробке, а именно... Варлок-инженер клана Скраер! Могучая технокрыса, да-то! О-о-о-о-о! Вот знаете, до того, как вышел Варлок-бомбардир, безумная крыса, с фаустпатроном, это была моя самая любимая скалинская минька. Сейчас он прочно укоренился на втором месте. Такой маленький технокрысюк. В красивой керасе. Ну, видимо, богатый, все-таки инженерная крыса. С пистолетом, стреляющим варповыми пулями. С оптикой, смотрите, с оптикой. И с проводками, которые у него приделаны к керасе. То есть, видимо, это силовой пистолет или что-то в этом роде. И алибарда. Потому что алибарда у скайвинов это, в принципе, статусное оружие. Им можно сравнительно безопасно тыкать врагов на расстоянии. Вот обратите внимание, какой у него генератор варповой молнии на спине. С двумя диодиками из варп-камня. Да-да-да, прям вижу, как этот малыш кастит варп-лайтнинг и вносит всем марталочки. Ты ж мой пескунчик. Ну, поставь пока в стороне. Далее. Шикарность на персонажах не заканчивается. Взгляните на этих двух качков. Крысоогры. Во всем своем мрачном великолепии. Шедевр клана творцов. Да-да-да. Что мне нравится в крысаограх, так это то, что, несмотря на тот факт, что перед нами чудовищный, стероидный, сшитый из кусков тел монстр, ты все еще безошибочно узнаешь в нем крысу. Морда крысиная, коготочки, мех, хвостище, которым, кажется, можно перерубить пополам атакующий вертолет. Да, это крыса, но крыса непомерно отожравшаяся на стероидах. Видишь, такой вот шикарный кастет. Я сначала думал, что это у него какая-то пушка, и он из нее целится, но нет, 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 наводите. Это не пушка, это у него кастет. И крайне обозленная рожа, и какой-то генератор тоже, видимо, варповой энергии, или, может, там наркоту ему накачивает на спине. Вот второй крысаогр тоже хорош, хотя и менее технологичный, то есть у него уже никаких кастетов и проводов нет, у него просто здоровенный шип. Это не шипы, да-да-да, ну, в смысле, это шипы, это какая-то шипастая броня, вот, и кулачище, ну, татуха, модная татуха. Видимо, сидел в одиночке, ему там набили вертухаи. И, обратите внимание, у него все брюхо располосовано, да, оно вот буквально, он сшит по кусочкам, но морда все равно крысиная, да, малыш? Морда все равно крысиная. Вот в этом крысаогре, на мой взгляд, больше проявляется именно клан творцов, то есть здесь вот он буквально сшит из кусков тел. В то время как второй крысаогр со всякой там технологической обработкой, он, его наверняка кланы Скраер готовили, стопутняк. И, опять же, сравниваем этих крысаогров с тем, что мы сейчас можем купить на сайте ГВ, и сравнение явно не в пользу отдельной коробки. А мы едем дальше, мы едем дальше. Дальше нас ждут орудийные команды, потому что клан Скраер в свое время очень так хорошенько вложился в военную кампанию на острове Крове. В этом стартере у нас был доступ к двум ХВТшкам с Кавином. Во-первых, это огнемет. Это огнеметная команда, состоящая из двух очаровательных пушистиков. Ну, собственно, счастливого парня с огнеметной трубой и несколько менее счастливого носильщика с баллоном. Ну, что сказать, замена существующей метольной ХВТшки с огнеметом крайне симпатичная. Мне особенно нравится деталь в виде горящей обыкновенной крысы на базе, потому что, ну да, я прям вот чувствую, как от этой модели подымается запах огня и паленой шерсти. Но при этом огнеметчик, ну, судя по оскальной роже, просто кайфует от каждого мгновения своего скавинского бытия. Ну, что само по себе неплохо. Опять же, было бы круто иметь возможность купить эту ХВТшку отдельно, но нет. Либо ищите по антресолям старые коробки Острова Крови, либо покупайте метольное говно с сайта ГВ. Третьего не дано. Кстати, о метольном говне. Вторая ХВТшка из Острова Крови это мортирка, запускающая стеклянные сферы с отравленным ветром. Ну, то бишь, по-простому и при этом. И, извините, я покупал ТБУ, она немножечко обмазана, но когда придет время, мы все это утопим в демексиде и потом покрасим в наши правильные цвета. Да-да. Это еще одна шикарная модель. То есть, ну, здесь маленькая такая единица полевой артиллерии, вот буквально мортирка, которую Скавин тащит на спине. И, значит, с ним заряжающий. Пихаем снаряды с отравляющим веществом в мортирку и стреляем. Им бомбардируем низшую расу, а для Скавина все расы низшие, кроме них самих, потоками ядовитых газов. Великолепно. Просто великолепно. Вот у этой мортиры очень и очень плохая история. Дело в том, что все ХВТ-шки Скавина, все их орудийные команды, то есть и пулемет, и огнемет, и Doomflare можно купить в металле. То есть, огнемет переиздали в пластике, его можно было купить только в этой коробке. На сайте ГВ до сих пор продается только метольный. Пулеметы Doomflare до сих пор все еще металлические. А вот мортирку с отравленным ветром можно было достать только из этого стартера. Отдельной модели у нее не было. И в новой итерации Скавинского кодекса Skaven Tide, который сейчас в АОСе является актуальным, знаете, что ГВ-шники сделали? Они вот этот юнит вырезали, потому что они таки подумали. «Хммм, у нас есть шикарный сравнительно новый скульпт из Острова Крови, но мы не продаем его отдельно». В треме, как все остальные ХВТ-шки, тоже либо в металле, либо покупай на барахолках. «Хммм, нам начать продавать эту ХВТ-шку отдельно или вырезать этот юнит нахер?» И угадайте, что ГВ-шники сделали. Правильно. Вместо того, чтобы начать продавать эту ХВТ-шку отдельно, они просто ее вырезали. У нас было только две скавинские ХВТ-шки в пластике. Мортирка и огнемет. И мортирку мы потеряли, похоже, что навсегда. Это вот к вопросу о том, что Скавины при всей своей мощи и крайне разнообразном модельном ряде «Далеко не самые любимые дети ГВ». В этом они напоминают ИГ-шников, причем напоминают очень сильно. Ну и, наконец, Орда Клановых Крыс. Ну, о чем тут говорить, Вова? А я вам скажу. Дело в том, что скульпты Клановых Крыс из Острова Крови отличаются от Клановых Крыс, которых вы можете собрать из отдельной коробки. Я не знаю, почему так произошло, однако это факт. Ну, я не буду сейчас вам в камере подтаскивать каждую из этих сорока моделей. Давайте хотя бы рассмотрим командную группу, то бишь офицера, тряпку и дудку, как это было принято в ФБ, что, типа, каждый отряд мог себе набирать таких командиров. Вот, смотрите, это тряпка из Острова Крови. Да, вот такая вот достаточно красивая икона. А вот тряпка, собранная из набора Клановых Крыс, которая продается отдельно. Они разные, причем разнятся достаточно ощутимо. Но только вот эту тряпку вы можете сейчас пойти и купить, а эту вы, кроме как вот в этой коробке, не получите. И, скорее всего, мы ее больше никогда не увидим. Далее, музыканты. Музыканты. Сейчас мы найдем музыканта, потому что... Вот, или, например, вот вторая тряпка. Вторая тряпка из Острова Крови. Тоже взгляните, какой красивый штандарт с милой домовой крысой на навершии. Это явно совсем другой штандарт, да? Не, ну он, конечно, похож, но в то же время различается, да. Да, определенно. И крыса, несущая штандарт, немножечко другая. Вот, вот. Но это мы уже никогда не получим. Или вот, например, музыканты. В клановых крысах Острова Крови их два. Это такой вот колокольчик. В общем, колокольчик, опять же, посмотрите, на нем наверху сидит домовая крыса. Какая чудесная деталь. Наводись, 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 давай, родная. Вот. Это такой вот колокол. И внезапно гонг. Гонг. Красивый. Красивый. И как бы приятно, что нам дают разнообразные модели. Да, они игромеханически выполняют одну и ту же функцию. Это два музыканта. Однако они выглядят очень по-разному. И это хорошо. А вот так выглядит музыкант из набора клановых крыс. Который продается отдельно. То есть, да, он тоже с колоколом. Но, конечно, никакой домовой крысы на нем уже не сидит. То есть, обе модели музыкантов из Острова Крови, они объективно более детализованные и более хорошо проработанные. Я очень рад, что вы попались мне, крысюки. Потому что, ну, по-другому я бы вас никак не получил. Ну, и командиры. Командиры отрядов. Сержанты клан Ретов. Ну, кстати, они наиболее похожи. Вот командир клан Ретов из отдельной коробки. И вот командир клан Ретов из Острова Крови. Да, ну, в общем-то, похоже. Бронекрысы. Оба с командными нашлепками. Единственное, вот у парня из Острова Крови такой шикарный меч. Это чуть ли не самое качественно выкованное оружие, которое я вообще когда-либо видел у Скайвена. То есть, вроде обычные клановые крысы. Но они чуть отличаются от тех, что ты можешь купить отдельно. И жалко, что по-другому их никак не достать. Это вот просто мне повезло. Мне хороший человек продал Остров Крови. А так вот канули бы в лету. А жаль. А жаль. Вот такой вот в высшей степени великолепный модельный ряд. Конечно, безумно обидно, что все эти миниатюры нельзя достать отдельно. Я просто неимоверно счастлив, что мне хороший человек поднес эти модельки. Которые у него там просто где-то лежали на антресолях еще со времен ФБ, на квадратных подставках. Я думаю, в принципе, на eBay еще их можно найти до сих пор. Однако, ну это были бы совсем другие деньги. Ну, вы понимаете. Так что я счастливый обладатель еще небольшого подразделения Скайвинов. Ну, мне понадобится утопить некоторых из них в демексиде, чтобы покрасить заново. Ну и, конечно, поменять подставки на аосовские. Так что этим-то я и займусь в ближайшее время. Мои крыски, как же я вас все-таки люблю. Огромное спасибо за внимание, народ. Не болейте, еще увидимся.